МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре Харькова госохранник застрелил молодого мужчину. По словам милиционеров, они заметили, что у него под одеждой находится клинок. Погибший ломился в помещении областной телерадиокомпании. Накануне своим родителям говорил, что со стороны «Газпрома» идут какие-то импульсы. За два года Фемида так и не вынесла приговор мужчине, который убил и расчленил знакомого. В момент задержания при нём было вещественное доказательство, нож которым он совершил преступление. Судят его за неумышленное убийство, но родные погибшего уверены, преступление было преднамеренное. Юлия Тимошенко снова в центре внимания. Екс-премьеру предъявили обвинение в заказном убийстве нардепа. Сама заключённая вину отрицает. Криминальная справа против меня с этого привода будет вызнана грубо и, очевидно, сфальшованной. На этой неделе в центре Харькова сотрудники госохраны застрелили молодого мужчину. Произошло это прямо на пороге пятого подъезда Госпрома. Погибший пытался проникнуть в помещение областной телерадиокомпании. Ни уговорами, ни даже слезоточивым газом нападавшего усмирить не удалось. Разъярённый мужчина напал на правоохранителей с самодельной саблей. Обороняясь, им пришлось стрелять на поражение. Стрельба в самом центре Харькова разразилась в ночь на понедельник. Неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание областной телерадиокомпании. Это в Газпроме. Он разбил стекло на входной двери в подъезд и пролез внутрь. Но дальше тамбура не прошёл. Охранник, заметив парня, успел заблокировать внутреннюю вертушку и попытался уговорить его уйти по-хорошему. Тот отказался и стал угрожать. Сторожу пришлось вызвать госохрану. Когда правоохранители приехали, один из них влез в то же разбитое окно. По словам милиционеров, они заметили, что у него под одеждой находится клинок. То есть неустановленное какое-то холодное оружие, палаш, сабли, непонятно, небольших вот таких размеров. Он его достал и сказал, если вы хотите меня убить, то я сейчас буду тут сопротивляться. После этих слов сторож разблокировал вертушку, чтобы госохранник смог войти внутрь. В тамбур с нападавшим в это время правоохранители из баллончика опустили слезоточивый газ. Таким образом мужчину удалось вытеснить на улицу. Однако здесь он стал наступать, размахивая самодельный саблей на сотрудника органов. Тому пришлось стрелять сначала в воздух, потом по ногам и на поражение. От полученных ран мужчина умер на месте еще до приезда скорой. Попали в него дважды, но смертельным оказалось ранение в грудь. Ни правоохранители, ни охранник, которому пришлось защищаться от преступника, физически не пострадали. Человек бывший служивый, пожарный, пенсионер. Всякое приходилось ему видеть. Но тут же человек испытал шок. Не каждый день такое бывает. Вот так чувствуется нормально. После смены поехал домой отдыхать. Личность погибшего в милиции установили практически сразу. Мужчину, который пытался прорваться в здание госпрома, харьковчанин. Ему 26 лет. Сейчас дело расследует прокуратура. Там сообщают, убитый осенью проходил лечение в психиатрической больнице. У него дома следователи нашли записки. По ним можно понять, что рвался на телевидении мужчина не случайно. Накануне своим родителям говорил, что со стороны «Газпрома» идут какие-то импульсы, ему плохо. И он называл фамилию Каратуманова. Как ему казалось, что эти импульсы направляют Каратуманова. Известный в Харькове человек с такой фамилией – депутат облсовета Олег Каратуманов. Был ли парень связан с ним, следствие пока точно не выяснило. В доме нападавшего нашли еще две самодельные сабли. Оружие собирал отец убитого. В прокуратуре сейчас будут проверять не только мотивы погибшего, но и законность действий сотрудников государственной службы охраны. Их могут обвинить в превышении мер, необходимых для задержания. В ГСО уверяют, действовали их сотрудники законно. В прокуратуре также подтверждают, скорее всего, выстрелы правоохранителей были необходимы для самообороны. Но окончательно будет ясно лишь после окончания внутренней проверки. В Харькове то и дело стали угонять авто, а нерадивые предприниматели незаконно торгуют сигаретами. Подробнее об этих темах вкратце в нашем дайджесте. За прошедшие новогодние праздники в больницу обратились несколько подростков в состоянии сильного алкогольного отравления. В связи с этим харьковские правоохранители отправились в рейд, проверяли, где детям продают спиртное. Всего зафиксировали 15 случаев нарушения закона. И на реализаторов, и на владельцев торговых точек составили админпротоколы. По одному из фактов даже открыли уголовное производство. По статье «Вовлечение несовершеннолетнего в пьянство». В Харькове работник автомойки угнал «Лексус». Во время отработки района автоинспекторы остановили иномарку. И оказалось, что у 25-летнего водителя нет прав. Его пригласили в райотдел, а там уже выяснили, что и авто парню не принадлежит. Хозяин оставил иномарку в автосервисе, и парень, вымыв ее, решил прокатиться. Теперь мойщику грозит до пяти лет тюрьмы. Почти полторы тысячи петард пытался вывести гражданин Узбекистана из Украины. Мужчина ехал в поезде Харьков-Ташкент, а пакет с разрывными снарядами спрятал под батареями отопления. Пограничники говорят, контрабандист выдал себя сам во время углубленного досмотра вагона. В пункте пропуска Купенск он очень нервничал и вел себя подозрительно. Харьковщанин незаконно пытался перевезти через границу почти 20 тысяч пачек сигарет. Табачные изделия производства России, Белоруссии и Молдовы были без марок акцизного налога Украины. Конфискованный товар эксперты оценили в 350 тысяч гривен. Сигареты изъяли, а мужчине грозит штраф в размере стоимости товара. Тем временем незаконная торговля сигаретами в Харькове продолжается. На днях налоговики обнаружили целый табачный склад, где также хранилось больше 20 тысяч пачек сигарет. Среди них произведенные в России, Молдове и Китае – все без акцизных марок. Документов на табачные изделия правоохранители не нашли, а вот арендатор склада, завидев налоговиков, попытался сбежать. Позже от сигарет открещивался и он, и хозяин помещения. Мол, склад сдают в аренду, а уж кто и какой товар там хранит, не знает. Табачные изделия правоохранители изъяли, составили админпротокол. Теперь стражи порядка будут устанавливать владельца сигарет, а сам товар уничтожат. Дело об убийстве и расчленении Харьковчанина уже второй год слушают в суде. Подозреваемого обвиняют в неумышленном убийстве, в то время как родные погибшего и их защитники пытаются доказать, что преступление было преднамеренным. Чтобы добиться правды и доказать вину подозреваемого, родные готовы даже на эксгумацию тела. Подробности в сюжете. Эта история длится уже второй год. В марте позапрошлого мать Харьковчанина Андрея Рассадкина заявила в милицию о пропаже сына. Спустя сутки правоохранители нашли его машину, а еще через время и самого Андрея. Правда, по частям. На убийцу следователи вышли уже через пару дней. В момент задержания при нем было вещественное доказательство, нож которым он совершил преступление. После чего расчленил труп на 9 частей, сложил мешки с цементом, которые развез по территории Харьковской области и даже несколько мешков вывез на территорию Полтавской области, дабы скрыть следы преступления. Подозреваемый Феликс Миндолин свои вины не отрицал. На допросах рассказывал, как убивал ножом Рассадкина, как тело грузил в машину, как и где потом его расчленял. Но не успели правоохранители передать дело в суд, как Миндолин отказался от первичных показаний и заявил, он случайно убил Андрея Рассадкина. Дескать, тот первый затеял драку, в которой упал и ударился головой о бордюр. От испуга, утверждает Миндолин, он решил расчленить и спрятать тело. Доказательств, что это было именно преднамеренное преступление, у следствия не было. Поэтому теперь в суде его обвиняют в неумышленном убийстве. Максимум, что теперь грозит убийце – пять лет тюрьмы или даже условный срок. Но родителей погибшего парня такой исход дела не устраивает. Чтобы разобраться, от чего же на самом деле погиб их сын, они настояли на повторной судмедэкспертизе. Правда, и ее результаты оказались для семьи неутешительными. Она полностью переписана была с заключением экспертизы, проведенным первым экспертом. Полностью, один в один переписана. А мы, естественно, с вами не согласны, потому что там были многочисленные нарушения, как в проведении самой экспертизы, так и отсутствие того, что не была проведена эксгумация трупа. Теперь родные защита потерпевших хотят настоять на эксгумации тела. Считают, только так можно восстановить полную картину травм на теле погибшего и доказать. Их сына убили преднамеренно, а тело расчленили, чтобы скрыть следы ножевых ранений. Эксгумация и обследование именно головы сына даст и тело, даст ответы на очень многие вопросы. Мы согласны, чтобы тело сына было эксгумировано и проведена тщательная, добросовестная экспертиза. На следующем заседании Фемида планирует допросить специалистов, которые проводили повторную экспертизу. И лишь после этого станет решать, стоит ли проводить эксгумацию тела погибшего. На Харьковских дорогах из-за наледей, снега, то и дело случаются аварии. А самые известные заключенные нашей страны предъявили очередное обвинение. Больше об этом вы узнаете из второй части программы. На въезде в Харьков легковушка врезалась в автобус. Утром был очень каток, и площадь была вся замерзшая, все, и цикольники. Автомобилисты не справляются с управлением на скользкой трассе. В Чугуеве продавщица магазина пожаловалась в прокуратуру на работодателя. Не может быть у нее такой недостачи, потому что у меня оттуда ничего не брало. Он обвинил ее в недостаче, а наяву в эксплуатации труда. Юлия Тимошенко снова в центре внимания. Экс-премьеру предъявили обвинение в заказном убийстве нардепа. Сама заключенная вину отрицает. Уже несколько дней по дорогам города не то что проехать, пройти тяжело. И проезжая часть, и тротуары покрыты толстым слоем льда и больше напоминают каток. Ежедневно госавтоинспекторы фиксируют до десятка аварий. В одной из них погибла женщина. Из-за гололедицы водители попросту не справляются с управлением. Дорожники отчитываются, что с наледью борются, но с сегодняшнего дня им придется справляться еще и с угробами снега. На одной стороне дороги разбитый иномарка и грузовик. В нескольких метрах напротив – легковушка и автобус. Сначала на въезде в Харьков шестерка врезалась в бус, который ехал в попутном направлении. Женщина-пассажир легковушки погибла на месте. Еще одного пассажира и водителя машины с травмами увезла скорая. Спустя минуты после этой аварии на этом же месте столкнулись еще несколько иномарок. Водители не смогли справиться с управлением на скользкой дороге. В эти дни госавтоинспекторы фиксировали до десятка аварий в сутки. К счастью, со смертельным исходом ДТП больше не было. Однако в центре города пассажирские автобусы то и дело рисковали. На скользкой дороге они не могли ни припарковаться нормально, ни отъехать от остановок. Машины то и дело заносило в сторону. В ГАИ уже в который раз просят водителей… Передвигаться медленнее, чем обычно, приходилось не только водителям, но и пешеходам. Прохожие жалуются, тонкий слой песка, которым коммунальщики посыпают тротуары, от гололеда не спасает. Было бы хорошо, если бы еще больше посыпали песочком, было бы удобнее. Особенно на ступенечках, потому что упасть очень легко. Дорожники тем временем рапортуют с гололедицей, борются. На официальных сайтах Горсовета и обл. администрации сообщение. На дороге высыпано больше двух сотен кубических метров песка, а проезд транспорта в области обеспечен. В то же время состоянием дорог и тротуаров озаботился премьер-министр Николай Азаров. Поручил чиновникам налить срочно устранить. В Чугуеве разгорелся скандал между продавцом магазина и ее работодателем. Женщина уверяет, больше полугода трудилась бесплатно, а потом ей еще и недостачу в 6 тысяч гривен приписали. Продавец уверяет, теперь работодатель требует вернуть эти деньги и не отдает трудовую книжку. Руководитель фирмы, где работала женщина, ситуацию описывает с точностью да наоборот. Эта история началась летом позапрошлого года. В Чугуеве Людмила устроилась продавцом в продуктовый магазин. Проработала больше полугода. Говорит, за это время ни записи в трудовой книжке, ни зарплаты так и не дождалась. Весной собралась уволиться, но тут в магазине провели проверку и обнаружили недостачу – 6 тысяч гривен. Не может быть у меня такой недостачи, потому что я оттуда ничего не брала. Я говорю, ну давайте полностью поднимать все документы. Именно я думала, что там проблема в документах. Но в повторной проверке, уверяет женщина, руководство фирмы ей отказало. Теперь Людмила не может забрать у работодателя трудовую книжку. Рещенко, Евгений, он сказал мне четко и конкретно, в течение трех, максимум недели, ты мне приносишь 6 тысяч, забираешь свои документы и все. Руководитель фирмы, где работала Людмила, ситуацию описывает с точностью до наоборот. Говорит, она была оформлена, даже снял для журналистов запись в ее трудовой книжке. И зарплату, дескать, получала регулярно. Это откровенная ложь, которая не соответствует действительности. Как вы сами представляете, человек полгода может жить без зарплаты. Кроме того, руководитель утверждает, недостачу женщина поначалу не отрицала и даже сама объясняла, откуда она взялась. Она на самом деле говорит, что я раздала товар в долг для покупателей, которые ей должны вернуть за него деньги. И, соответственно, она готова компенсировать сумму, на которую была выявлена недостача. После этого она перестала вообще отвечать на звонки, поменяла телефонный номер. Ну, я вынужден был просто обратиться в милицию. В милиции возбудили уголовное дело. Женщину обвинили в присвоении имущества. Уголовное дело с обвинительным заключением в порядке статьи 225-232 УПК в редакции 1960 года было направлено в суд. Несмотря на это, Людмила продолжает стоять на своем. Уверяет, в ведомостях о зарплате подделана ее подпись. А запись в трудовой книжке работодатель сделал задним числом, чтобы обратиться в милицию. Теперь правоохранители проверяют заявления женщины, а правозащитники советуют работникам сразу просить у работодателя копию приказа о зачислении на работу. Кроме этого, такую же копию получать при увольнении. Когда будет хоть какое-то подтверждение о том, что человек действительно на указанном предприятии работал. Более того, сотрудники, отдавая трудовую книжку, считают, что необходимо оформлять какой-то документ при отдаче этой трудовой книжке. Иначе и трудовая книжка на самом предприятии, где сотрудника не захотят оформить, просто потеряется. Если же права работника нарушают, говорят юристы, нужно обращаться в территориальную инспекцию по труду. Туда на своего работодателя пожаловалась и Людмила. Инспекторы установили в фирме законодательство о труде, нарушали и раньше. Служители Фемиды присудили штраф в 500 гривен. Останавливаться на этом Людмила не намерена. Уже пожаловалась в милицию и прокуратуру. Милиция разыскивает Игоря Степанова. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления на территории Червонозаводского района города. На вид ему около 30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, на голове глубокие залысины. На правом предплечье у мужчины большая татуировка. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам, которые указаны на экране. Милиция разыскивает без вести пропавшую Наталью Плис. 2 января женщина уехала в Харьков из Новой водолаги и по сей день не дала о себе знать. На вид пропавшей 50 лет, рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые, короткие, лицо круглое, глаза светлые. Одета женщина была в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные замшевые ботинки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи, просьба сообщить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. И снова тема, которая каждый день обрастает новыми событиями. Юлия Тимошенко, которая уже больше года отбывает наказание в Харьковской исправительной колонии, предъявили еще одно обвинение. Теперь экс-премьера подозревают в заказном убийстве нардепа Евгения Щербаня. Больше подробностей об этом в следующем сюжете. О том, что бывшего премьер-министра Украины официально обвинили в заказном убийстве, стало известно на прошлой неделе. Об этом заявил в Киеве генпрокурор Украины Виктор Пшенко. В понедельник ведомство обнародовало видео, на котором Юлия Тимошенко вручают уведомления с обвинительным заключением. Вы отмолваетесь в отримании поведомления и фиксировании ценностей? Я отмолваетесь в обвинительном убийстве. Не предупреждено это. Хорошо, вы будете? Да, я запомню, что у нас в обвинительном убийстве требуется в обвинительном убийстве. Показать на всю страну это видео в генпрокуратуре решили, чтобы их не обвиняли потом в нарушении процессуальных требований. Но защитники экс-премьера все же нашли к чему придраться. И дочь, и адвокаты тут же заявили, Тимошенко слишком слаба, чтобы принимать и подписывать какие-либо документы без представителей защиты. А их, утверждает дочь Евгения, к заключенной не пускали. Мою маму шантажировали и говорили о том, если вы хотите увидеться со своей дочкой, то вы должны выйти и перейти в обеспеченную комнату для следственных действий. Она очень слабая, она не может двигаться и просто ее сейчас лишают права на защиту. В пенитенциарной службе обвинения защиты Тимошенко отрицают. Более того, говорят, что ВИП-заключенная от встречи и с дочерью, и с адвокатом Сергеем Власенко отказалась сама. Мы обращались и вчера к ней, и сегодня обращаемся о том, что, пожалуйста, давайте согласно статье 49 проведем эти встречи, которые вам очень необходимы. Мы только способствуем для того, чтобы это было проведено. Никаких с нашей стороны каких-то препонов и чего-то абсолютно не существует. В который раз защитники Леди Ю убеждают журналистов, пенитенциарии врут. Дескать, как может человек, лишенный свободы, отказываться от свиданий? Ведь эти встречи для Юлии Тимошенко единственная душина. Да и сама заключенная своих адвокатов уверяет, именно тюремщики увидеться им не дают. Что же касается обвинения в заказном убийстве, на этот счет Леди Ю подготовила целое обращение к украинскому народу. Криминальная справа против меня с этого привода будет вызнана грубо и очевидно сфальшованной. Я также четко и однозначно заявляю, что я не имею никакого отношения к трагичному убийству Евгена Щербаня в 1996 году. И это будет доведено в международных судах и судах других стран. Свою правоту Тимошенко намерена отстаивать в европейских судах. А тем временем правоохранители сообщают, следствие выяснило, что деньги за убийство нардепа Евгения Щербаня перечислялись от фирм, которые контролировали Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова